Приветствую всех на нашем канале, сегодня на картинке вы увидите рынок Ратанокорн, который находится в Колизее. Фруктовых рядов стало немного меньше, а рыбные ряды, зелень, овощи, курица и мясо остались те же. Цены вы увидите сами, они примерно остаются одинаковыми, только влияет сезонность. Вот перед вами то, что мы купили на 400 бак. Это примерно 1010 рублей. Курс бата к рублю за тысячу рублей дает 375 бат, за 1 доллар США дают 30,56 бата. Не знаю, что можно купить в России за тысячу рублей из фруктов и овощей, но знаю точно, что на Сахалине за тысячу рублей купишь ананас и может быть немного картошки. На рынке не только тайцы, но встречаются европейцы и русские, так что жизнь продолжается. В первой новости говорится, первая группа иностранных туристов, прибывшая в Таиланд после 7-месячного запрета из-за пандемии, завершила обязательный 14-дневный карантин и готова путешествовать по стране. Сообщается, что 33 туриста, прибывших 20 октября по новой визе, прошли обязательный карантин. Различные информационные агентства сообщали, что 39 туристов прибыли по новой долгосрочной визе. Неясно, ошибка ли это или не все туристы вышли из карантина. Прилетел из Шанхая в Бангкок, туристы оказались на карантине в отеле «Роял Бенджа» на улице Сухумвит. Директор отеля говорит, что посетители смогли воспользоваться тренажерным залом и расслабиться в отеле после того, как прошли свой первый тест на коронавирус. Им даже удалось отпраздновать Лайкратон в бассейне отеля. По словам исполнительного директора, мероприятие предназначалось для туристов, которые прошли второй тест на коронавирус. Некоторые говорят, что потенциальных туристов отпугнула идея проведения две недели в изоляции перед поездкой в отпуск. Но руководитель отеля говорит, что разговаривал с несколькими посетителями и утверждает, что им не было скучно во время их пребывания. В следующей новости говорится, операционный центр по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения одобрил предложение о сокращении обязательного периода карантина для туристов по специальной туристической визе СТВ с 14 до 10 дней, сообщил в четверг постоянный секретарь по вопросам общественного здравоохранения. Было заявлено, что была достигнута договоренность о том, что сокращение должно применяться к посетителям и стран с низким риском передачи коронавируса. Если будут туристы и стран, которые по оценкам имеют более высокий риск заражения коронавирусом, чем Таиланд, они все равно будут подвергаться 14-дневному карантинному периоду. Тестирование на коронавирус проводится в 1, 2, 3, 7, 8, 9 и 11-е дни после прибытия в карантин, и любая инфекция обычно выявляется в течение первых 10 дней. Шансы обнаружить инфекцию после 10 дней карантина невелики. Из 1 миллиона протестированных людей только 1,5 были инфицированы. Шансы обнаружить инфекцию после 14 дней карантина составляют 0,3 из миллиона. Заместитель премьер-министра и министр здравоохранения заявил, что Таиланд получил высокую оценку за успешный контроль над распространением коронавируса во многом из-за готовности общественности сотрудничать с мерами по контролю над заболеванием. Болезнь была предотвращена не благодаря правительству, а благодаря совместной работе всех тайцев. Министр здравоохранения призвал людей не снижать бдительность. В этой новости говорится, Министерство туризма и спорта надеется, что пузырь путешествий с Китаем в качестве новогоднего подарка для индустрии туризма, планируя приветствовать первую группу без обязательного карантина во время китайского нового года. Министерство проведет встречу с посольством Китая, чтобы обсудить план поездки в то время как Министерство иностранных дел Таиланда продолжает обсуждение следующего этапа, сказал министр туризма и спорта. В Китае 22 провинции с низким уровнем риска, в которых проживают 800 миллионов человек, которые не регистрировали новых местных случаев заражения коронавирусом в течение 150 дней. Двустороннее соглашение о туризме должно быть завершено премьер-министром и президентом Китая. Министерства также ведут переговоры с Министерством иностранных дел о туристах из Швейцарии, которые хотели бы путешествовать через компанию Time Long Stay Company по неиммиграционной визе Non-OA. Чтобы предложить больше альтернативных вариантов местного государственного карантина, Министерство туризма и здравоохранения введут карантин с гольфом, чтобы привлечь игроков в гольф из Японии, Тайваня, Китая и Южной Кореи, которые обычно тренируются в Таиланде в течение нескольких месяцев зимой. Игроки в гольф платят в среднем не менее 3000 бат на человека в день на гольф программы, не считая проживания и питания. Министерство ожидает, что из 238 полей для гольфа с 5000 комнат по всей стране к схеме присоединится 20-30, начало которой ожидается к середине ноября. Есть 5 полей для гольфа, которые прошли проверку и готовы служить в качестве альтернативных карантинах. Следующие новости говорится. Президент Совета по туризму Таиланда ТСТ уверен, что цель туризма может быть достигнута в высокий сезон, главным образом благодаря стимулирующим мерам со стороны правительства. Президент сказал, что туризм набирает обороты в разгар сезона, в то время как операторы, связанные с туризмом, предлагают скидки и рекламные акции, а правительство вводит многочисленные меры стимулирования, чтобы побудить людей отправиться в отпуск. Меры со стороны правительства включали различные субсидии и стимулы для людей, в том числе пожилых, совершать поездки, а также организации, проводивших собрания и тренинги в провинциях. Таким образом, целевой доход от внутреннего туризма на уровне 250 миллиардов бат в высокий сезон может быть достигнут. Если политическая ситуация будет находиться под контролем, число туристов может вырасти еще больше в ноябре и декабре, потому что люди, которые обычно выезжали за границу ближе к концу года, могут вместо этого совершать поездки по стране. Экономические и политические проблемы отрицательно сказываются на туризме и что ограниченный въезд иностранных туристов не может эффективно способствовать развитию индустрии туризма. Пляжные курорты, такие как Паттайя и Гуахин, входят в список самых посещаемых отдыхающими из Бангкока, где Чангмай и Северные провинции привлекают любителей приключений в зимний сезон. Следующие новости говорится. По словам заместителя премьер-министра и министра иностранных дел, туризм Пхукета сильно пострадал от воздействия коронавируса, но все же можно рассматривать экономические проблемы как прекрасную возможность для развития собственной базовой инфраструктуры. Это поможет провинции достичь своей цели – стать международным центром гостиничного бизнеса в постпандемическую эпоху. Выступая на недавние встречи с дипломатами из азиатских и европейских стран, которые базируются на Пхукете, было заявлено, что провинция по-прежнему сможет принимать большое количество туристов, как только ситуация с коронавирусом улучшится. Пхукет может пойти дальше обычного туристического направления, провинция могла бы стать всемирным центром конференций и водных видов спорта. Министерство пригласило иностранных дипломатов для обсуждения мер экономического стимулирования, направленных на возрождение туристического сектора провинции. Во время встречи были высказаны предложения, основанные на многокультурной перспективе провинции и национальных морских ресурсов. Дипломаты согласились с необходимостью развития местной транспортной системы для обслуживания туристов. Они также заявили, что провинция должна стать учебным центром для предприятий индустрии гостеприимства. Эти предложения были высказаны представителями Австрии, Непала, Нидерландов, Южной Кореи, России, Мексики, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Великобритании, Бразилии и Люксембурга. Также было заявлено, что стране следует воздержаться от сосредоточения внимания на количестве туристов, которые она может привлечь, а необходимо сосредоточиться на их качестве. Министерство выдало специальные туристические визы иностранцам, которые прибывают из стран с низким уровнем заражения коронавируса, включая Китай. Около 200 граждан Китая получили специальную туристическую визу, которая дает человеку право оставаться в стране в течение длительного периода. Однако лишь несколько китайских туристов приехали в Таиланд в результате кампании внутреннего туризма Китая. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел признала, что число прибывших туристов все еще не соответствует целевому показателю королевства. Однако по ее словам, дискуссии о том, как привлечь туристов продолжаются. В следующей новости говорится, создание пузырей путешествий между странами с низким уровнем риска без требований карантина имеет решающее значение для помощи индустрии туризма, поскольку существует сдерживаемый спрос на въездные поездки, заявляет Тайская ассоциация туристических агентств. Президент ассоциации сказал, что если не будет быстрой экскалации случаев заражения в Таиланде или за рубежом, к июню следующего года туристические настроения могут постепенно улучшиться, начиная с туристов из Юго-Восточной Азии, особенно если разрешен въезд без обязательного карантина. Этот первый шаг будет взаимным соглашением, позволяющим тайским операторам выездных путешествий начать возмещать этот рынок, заполняя рейсы отправлений. Хотя некоторые ожидают, что вакцина от коронавируса будет не ранее середины следующего года, существует сдерживаемый спрос среди путешественников, которые готовы адаптироваться к мерам безопасности и защитить себя во время пребывания за границей. Люди изменили свой образ жизни во время вспышки, а желание путешествовать после того, как они были заблокированы в своих странах более года, поможет возродить исходящий рынок с середины следующего года. Индикатором внешнего спроса станут Олимпийские игры в Токио, запланированные на июль и август следующего года. Япония остается возлюбленным местом тайских туристов. Все эти ожидания зависят от пузырей путешествий между Таиландом и странами-партнерами. Туроператоры должны соблюдать строгие правила Министерства здравоохранения и Министерства иностранных дел, поскольку ситуация неопределенная, и большинство стран предпочитают, чтобы граждане поддерживали местный туризм, помогая оживить экономику. Ассоциация должна побудить членов переключиться на внутренний рынок, чтобы выжить до тех пор, пока в следующем году не возобновится выход на международный рынок. По данным Тайской ассоциации туристических агентств, в 2019 году было 11 миллионов выезжающих из Таиланда тайских туристов, которые потратили 430 миллиардов за границей.